Девушки отдыхают Грёбанная халтура Так как вместо того, чтобы плодотворно поработать на выходных Я гамал в XCOM, а затем просирал практически всё своё время на игру в Пассианс Паук и Косынку Которые, как оказалось, способны затянуть ничем не хуже И, возможно, даже лучше, чем любая высокобюджетная игруля На которую мы, кстати, сегодня и поглазеем Спрятав подальше в грязный пыльный чулан уже никому не интересную Плайстанцию 3 Сегодня же мы побываем в гостях у самого лучшего, на мой взгляд, творения Вышедшего 11-го числа 11-го месяца 2011-го года Известного почти всему миру и даже многим тем, кто в него никогда не играл Под названием Skyrim! И поскольку праздник к нам приходит, и нас всех скоро ждёт Новый год Давайте же параллельно с обозреванием будем дружно бухать А мы с Данией будем произносить тосты Так что, если хотите, и если вам уже исполнилось 18, присоединяйтесь Ну, за что будем пить, Данька? За то, чтобы ты уже пошёл, наконец-таки, нахуй! Ха, я оценил твою шутку Ты в одном предложении сказал, наконец, и нахуй! Давай за дружбу! Блестяще скрытую между нами твоим сценическим образом! Давай! Итак, первая пошла хорошо Я уже чувствую, как мне дало в голову, поэтому сразу к делу! А ты, Даня, не ржи там Пока я ничего не забыл недорассказать Значит, слушайте те, кто мало ли не играл в это чудище И по каким-либо причинам считает его недостойным Значит так Вы объебите русского народа, блядь! И действительно, как можно не полюбить то, что настолько мега охуенно? Всё ещё не верите? Сейчас мы с Даней вам это докажем! Долбани по струнам, Данька! Обзор тайм! Чувак, мне лень! Ну как же так? Все ждут от тебя мега-хит! Да ну его нахуй! Давай ещё накатим! Давай Ох, впи***л Ох, значит чё там? Ах да, Скайрим! Скайрим, 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 Скайрим Скайрим просто замечателен во всех отношениях В своё время, когда я его только купил Я и понятия не имел, что меня ждало впереди Хотя поначалу я играл в неё с ощущением, что трачу своё время на какую-то второсортную хрень Некоторые, возможно, подумали так же и сразу решили дропнуть игру Но я всё же решил дать ей шанс И поиграть ещё хотя бы часок Ну и разумеется, я не смог устоять перед её чарами И в итоге просрал весь день, играя в неё Пока не ушёл спать с онемевшей жопой и яйцами После успешно просротого в никуда дня На следующее же утро, когда я проснулся Я первым делом сел рубиться в Скайрим Ииии Затем после этого я пошёл спать Потому что всё, что я делал целый день Это играл в Скайрим Ну и поскольку на тот момент я был безработным Я мог позволить себе такую роскошь, как беззаботное задрачивание в любой день недели В любое время суток В итоге ровно за одну неделю мной было наиграно 95 часов Что означает, что в среднем в день я тратил на него 13 с половиной часов А когда я возвращался назад ползком в своё ложе Я продолжал видеть картинки с баталиями Страшное дело Так давайте же выпьем за искренность Я искренне хочу, чтоб ты пошёл нахуй Я знаю, что это не так Откуда тебе это знать? Потому что я пишу тебе текст Я могу заставить тебя говорить всё, что угодно Флешка, олень, светится, монитор, острый кетчуп За это и впи***им Значит так Skyrim это одна из тех игр, где просто мега-огромная куча всего Чем можно заняться и чего можно делать И вообще он способен заменить реальную жизнь Кому интересно быть грёбаным школьником, студентом или же офисным планктоном Когда можно быть грёбаным волшебником Не-не-не-не-не-не-не-не-не Валим отсюда быстрее Эй-эй, ребята, ещё один трюк, ещё один Иди в пение, сейчас ментов позову Ещё один фокус, пошли Лучником Бум В голову What the fuck? Горцы Итак, мать его, за ногу Далья У вашего персонажа присутствует целое море умений Каждое из которых можно прокачивать при помощи древа созвездий перков Не знаю как это ещё назвать, не важно И в общем вы качаетесь, у вас новый уровень Выбираете новый перк, качаетесь ещё, новый уровень, ну и всё как обычно Единственная характерная разница У каждого конкретного умения есть своя степень прокачивания при его использовании И новые перки становятся доступными с прокачиванием данного умения Соответственно, махая за точкой, прокачивается умение махания за точкой Смоляете фаерболами в лица несчастных, качается магия разрушения Кемперите с лучком, качается лучок Элементарно Хотелось бы отметить Щас отметим Да не это Хотелось бы отметить Что чтобы стать наиболее смертоносным Обязательно стоит прокачивать кузнечество, алхимию и зачарование Дабы комбинируя все эти умения, суметь создать себе лучшую броню и оружие Благодаря которым уже реально будет на всё пох И по сравнению с которыми всяческий эпический шмот Который вы будете получать после выполнения каких-либо квестов Покажется вам просто оскорбительно недееспособным Так что за дееспособность Которой мы сейчас тут вовсе и не занимаемся Далее короче Помимо магических умений и орудий убийства У нашего славного дувакина присутствует возможность орать И тем самым творить всякие нереальные чудеса Некоторые из которых работают по сути как некоторые заклинания Но есть и уникальные Для криков отведена отдельная шкала перезарядки Которая обычно долго охлаждается и бесит Но да не о том Короче горлопаня разнообразные слова на языке драконов Вы используете свой тум Дабы например видеть сквозь стены всех существенно определенное время Либо приземлить дракона Либо вызвать шторм и обрушить на несчастных негодников поток лайтнинг болтов Ну и конечно же как можно обойти стороной безжалостную силу Иначе известную как Браггетбол Браггетбол За силу Давай Осилим еще по одной Ну и само собой просто так и сразу вы не научитесь кричать все фразы полностью Пополнять свой запас криков вы сможете путешествуя по огромному миру Находя драконии стены и прочитывая на них какие-то светящиеся руновые закорючки Но и тут не все так просто Узнав новые крики вам надо будет еще и открывать их Зарабатывая и тратя на это души драконов Ах да небольшая деталь В этой игре можно хреначиться с драконами Это же охуенно К сожалению со временем Когда вы станете крутым и мощным Драка эта будет занимать примерно 2-3 удара за точкой Или пару выстрелов из лука Однако в самом начале это действительно довольно таки крутое эпическое испытание В котором вам надо будет успевать делать удары или выстрелы И затем прятаться за объекты Пережидая смертоносное дыхание дракона Ну и убивая их вы будете автоматически впитывать их души Ну чё? Чё? А ну это да Правильно! За понимание! Ну и в общем еще одна основная суть Скайрима Это неисчислимое количество всяких квестов Которые вам предоставляется выполнить путешествия по окружающему миру Что вы сами случайно на них напоритесь Что услышите из последних слухов в кабаке Что кто-то об этом обмолвится во время другого квеста Что вы вычитаете об этом случайно из книжки Ваш квестовый журнал постоянно чем-нибудь да будет заполнен Часто какое-нибудь тривиальное задание будет оборачиваться Неожиренным поворотом И иногда вам будет дана возможность выбирать Сделать так, либо сяк Правильного, либо же неправильного варианта нету Так что чё хотите, то и творите За нелинейность! Да уже насрать Так же, если вы мало ли не хотите ничего делать И просто собираетесь позанимать себя чем-либо Типа убийц мирных граждан или же животных То пожалуйста! Здесь, как и в реальном мире Вам за это захотят дать пи***е в ответ И вы вовсе можете загреметь в тюрьму Сидим вдвоём тут-то Так же, окружающая природа Помимо визуального удовлетворения Удовлетворяет Нас ещё и наличием дикой живности в ней Которая служит как источником шкур Ингредиентов для серии Так и отличной движущейся мишенью Для стрельбы из лука Ну, за охоту! Давай, Данька Пока шишка стоит Ну и так же, пока мы ещё в состоянии что-либо говорить Хотелось бы отметить ещё одну примечательную возможность Присутствующую в играх от Bethesda Возможность носить предметы Не так проработана, конечно, как в Амнезии Но всё же Ну и в общем, чего ещё можно рассказать о Скориме? На самом деле о нём можно трещать бесконечно Но мы бухие, поэтому нам лень Однако времени у нас на это не хватает Да и плюс текст этот написан в 11 утра И мне очень сильно хотелось спать Так что давайте закругляться Скорим восхитителен и получает 10 из 10 Потому что, несмотря на разнообразные встречающиеся в нём баги Как, например, не подгрузившийся до конца дракон Или же пенёк, у которого отсутствует текстура Всё равно Это пока что единственная в моей жизни игра В которую я был способен играть просто сутками А она всё не кончалась, да не кончалась Онлайн-ммохи, из которых я давно отсел, не считаются В общем, если вы любите просирать время на приключения Находить сокровища Сражаться с андедами Валить драконов И собирать цветочки в лесу И способны пожертвовать огромным количеством времени За которое вы могли сделать что-то полезное Громадный мир приключений ждёт вас И что ж, вот и всё На носу у нас Новый год Как ты его будешь праздновать, Данька? Да я, как всегда Буду один, дома и бухать Но ты это, если что, заходи Посидим, как мужики, чё Ты меня приглашаешь, чувак Я тебя наебал Я буду в клубе тёлок жарить Сволочь Девушки, не ходите к нему на концерты А то он вас всех отжарит В общем, ииии Помните! Во-первых, не шутите с курицей в Ривервуде Во-вторых, счастья, радости, здоровья, успеха, бабла, зачётов, хороших оценок, красивых мужиков и милых женщин вам Смотря чё предпочитаете С наступающим 2013 годом! Новый, 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 новый год Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok